МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Но при этом они не готовы никого терпеть рядом с собой. Возникает вопрос, почему именно терпеть? Ведь если встретить комфортного человека, то возможно построить с ним хорошее отношение. Но вопрос, насколько возможно встретить комфортного человека для того, кто привык жить один и не готов ни к каким компромиссам. Очень часто люди со стороны выглядят эгоистами, потому что, проживая одни, они не хотят подстраиваться. И, конечно же, в таком случае очень сложно им для себя найти вторую половинку, с которой будет уютно. Послушай, после того, как ты провела два дня в старой квартире, я подумал, может, и мне завести свою? Ты хочешь собственную квартиру? Да нет, не собственную, просто берлогу, где я спокойно смогу провести два дня в неделю. Поваляться на диване, посмотреть телевизор, ну, делать все то, что так раздражает тебя. А остальные пять дней будут здесь, чтобы выходить в свет и зажигать. То есть ты говоришь, что хочешь два дня в неделю отдыхать от нашего брака? У тебя тоже будут два дня. О, Боже. Ты сможешь работать, видеться с подругами, делать все то, что тебе нравится. Конечно же, на стадии конфетно-букетного периода они еще готовы подстраиваться, просто потому, что им самим хочется быть с кем-то, кому они испытывают эмоции. Но как только чувства становятся поспокойнее, они опять превращаются в самих себя, и вот уже нет желания жертвовать, и фактически хочется удовлетворять только свои потребности. Именно поэтому они понимают, что лучше не торопиться с выводами о серьезности своих намерений по поводу проживания с кем-то. У них уже был опыт, когда они строили отношения, и вдруг в какой-то определенный момент и опять к ним приходило понимание, лучше жить одному. Давайте же разберемся, почему складывается такая ситуация. Но в первую очередь, конечно, важно понимать характер такого человека. И здесь есть существенные отличия в характере одинокого мужчины и одинокой женщины. Начнем с мужчин. Одинокий мужчина чаще всего предпочитает быть очень подвижным. Он любит путешествовать, спорт, любит мужскую компанию, уж точно предпочитает ее женской. И, конечно же, старается вести такой образ жизни, при котором у него нет несвободной минутки. Но, тем не менее, это время больше он уделяет себе, чем работе. Отношение к противоположному полу часто у такого мужчины неуважительное. Он воспринимает женщин как глупых гусынь или истеричек. И, конечно же, у него для этого всегда есть повод. Почему? Потому что часто, испытывая дефицит эмоций в одиночестве, он все-таки больше обращает внимание на эксцентричных женщин. Удивляясь потом, почему ему постоянно достаются такие дамы, которые требуют к себе внимания. Такой мужчина не любит пустой болтовни. И для него важно и интересное общение, которое соответствует его потребностям. Поэтому иногда забавно смотреть, когда такой мужчина начинает выстраивать общение с привлекательной женщиной. Вот уж поистине люди с двух планет. Он ей про волейбол и пьянку с друзьями, а она все ждет, когда он начнет ее завлекать. А это как? Спросит такой мужчина. Очень часто одинокие мужчины приходят к неутешительному выводу, что ни одна женщина не стоит того, чтобы жить некомфортно, что-то терпеть, ну и, собственно, пренебрегать своими целями и достижениями. А это лишь потому, что он не встретил ту женщину, которая рядом с ним раскрылась как представительница противоположного пола. Возможно, когда она находилась рядом, она была в роли мамочки, дочери, друга. Но так и не стала женщиной. А значит, не показала, что такое гармоничное проживание. Кто виноват? Никто. Просто важно уметь ждать, понимать процесс общения и построения отношений. Все торопятся быть счастливыми, но немногие ими становятся. Ведь нужно действительно понимать, когда настанет час икс, как нужно себя вести и каким образом нужно проявляться, чтобы действительно построить комфортные отношения не только для себя, но и для второй половинки. Его кресло на лужайке перед домом – одинокое кресло. Я здесь, я здесь ловлю! Да. Почему там всего одно кресло? Вы оба идиоты! Потому что он любит сидеть один. Чем отличаются одинокие женщины, которые привыкли к своей независимости? Да, конечно, тем, что живут по принципу «все сама». Поэтому в их жизни одна формула – дом – работа. Дома предпочитают отдыхать, а значит, не готовы взять ермо заботы о ком-то. Поэтому они говорят, мне не нужны чужие носки, мне так хорошо. Отношение к противоположному полу как к чему-то бесполезному. От мужика толку мало, считают они. И действительно, им очень часто попадаются слабые мужчины. Просто по одной простой причине, что они выбирают таких. Чаще они натыкаются на балаболов, которые готовы заботиться словесно и при этом не готовы что-то делать. Ну а женщины живут с девизом, что всех хороших мужиков еще щенками разобрали. Ну и представляете, при таком жизненном девизе, конечно же, ты в принципе не способна разглядеть мужчину, которого можно уважать и с которым можно построить отношения. Важно понимать, что на дефиците эмоций, как правило, люди выбирают себе ненужного человека, попадая в отношения с тем, кто просто каким-то образом способен компенсировать их потребности. Ну, давайте представим одинокую женщину, которая наконец-то встретила одинокого мужчину, который умеет зарабатывать, но не умеет ухаживать. Ведь она же об него вся поранится. Будут постоянные претензии. А как же? Ни одной любовной смс. Но ведь он понятия не имеет, в принципе, как это делать. Да и нет у него потребности любовные смски рассылать. А ей кажется, что если мужчина ее любит, то точно будет постоянно это делать. Вот и получается, что пара между двумя независимыми людьми в принципе невозможна. И каждый из них ищет того, кто способен под него подстраиваться. То есть неровню себе. Меня эта машина вполне устраивает. Я купила ее сама и сама на ней езжу. Мужчина-то твой. Куда смотрит, а? Ну, а при чем здесь мой мужчина? У него своя машина, у меня своя. Каждый ездит на том, на чем хочет. Да. Ну, видно, что ты на этом, наверное, очень хочешь ездить. А он на Порше новом рассекает, да? Я самостоятельная женщина. И я не собираюсь его ни о чем просить. Важно понимать, что мужчина и женщина в целом настолько противоположны, что у них разные цели, разные потребности. И главный плюс в отношениях – это как раз непонимание друг друга. Основное отличие любящих людей – достигнуть этого понимания, чтобы жить вместе комфортно. Так как многих из нас воспитывали по смешанному типу, то мы, общаясь, можем выдавать не мужское и женское поведение, а дружеское, на которое ориентируются те, кто готов построить семью. Но, увы, после прохождения конфетно-букетного периода из нас начинают выходить все крайности женского и мужского поведения. Вот и получается. Она хочет, чтобы ее носили на руках, а он хочет, чтобы ему готовили ужин. И не всегда они довольны тем, что должны другому что-то взамен. Отсюда конфликты, отсюда недопонимания, и только те, кто действительно любят друг друга, готовы приходить к компромиссам. Давайте разберемся, что самое важное для людей, которые привыкли жить одни. Потому что, если учитываете их потребности, то фактически вы в какой-то степени способны будете действительно создать отношения. Но только с учетом того, что, удовлетворяя их потребности, вы не занижаете свои. И вот самое важное – это чувствовать ощущение свободы, когда тебя ничего не обременяет, когда ты можешь распоряжаться своим временем так, как тебе удобно. Согласитесь, это не всегда легко принять, когда мужчина до этого, прожив долгое время, один говорит женщине, «Я привык ходить туда, куда мне хочется, и общаться с теми, с кем мне хочется». Здесь нужно быть достаточно мудрой, чтобы не начать истерить и ревновать. Такие люди не хотят считать, что они кому-то чем-то обязаны или должны. Они привыкли жить порой уме. Захотел что-то сделать в адрес другого человека – сделал. Не захотел – не сделал. В принципе, они себя не хотят обременять, но и других они тоже не обременяют. Только такая формула не всем подходит. Для кого-то очень важно, чтобы был постоянный процесс взаимообмена. Вот и получается, что этого человека это поведение может ранить. Ну и последнее – это отсутствие оценки в свой адрес. Именно это их больше всего тяготит, когда кто-то начинает выставлять претензии и говорит о том, что они хорошие или плохие. Для них не важно, скажем так, как их оценивают. Им важно, как они себя чувствуют. Вот и получается, что очень часто выбор одиночества осознанный, просто потому, что другие люди не готовы принять эгоизм этого человека. Одинокие люди привыкли быть независимыми и не готовы расставаться с этим статусом даже ради любимого человека. Именно поэтому, даже когда они стараются выстроить отношения, все равно со временем, увы, они очень часто рассыпаются, и такой человек остается один. Поэтому самая приемлемая формула для такого человека, который на сегодняшний день уже и появилась – это гостевые браки. Я не поддерживаю гостевые отношения, просто говорю о том, что одиноким людям такая форма проще, потому что кого они хотят видеть рядом с собой? Ну, в первую очередь, конечно же, удобного человека, который ничего от них не требует. Но такие отношения приводят к неуважению. Вот и получается, что гостевые отношения, когда люди видятся очень редко, хотя бы не ранят второго партнера. Особенно, если, в принципе, он тоже настроен на то, чтобы не воссоединяться для сновесного проживания, а просто находиться рядом и знать, что у тебя кто-то есть. Что они хотят от второй половинки? Ну, конечно же, в первую очередь удовлетворение некоторых своих потребностей, несмотря на то, что они, в принципе, не выставляют претензии. А это значит, когда человек каким-то образом способен о них заботиться, готовит, чинит и так далее. То есть, по сути, это домохозяин или домохозяйка. Увы, очень часто это выглядит как потребительское отношение, а значит, отношения распадаются, потому что другой человек не готов быть просто заместителем по ряду дел. Он тоже хочет чувствовать уважение и чувствовать свою ценность. Одинокие люди не всегда способны это давать. Что делать тем, кто одинок и все-таки надеется на то, чтобы встретить свою вторую половинку и построить отношения? Ну, давайте начнем с того, что здесь важно признать тот факт, что вы эгоист для того, чтобы хотя бы управлять этим своим эгоизмом. Я не говорю, что ваш эгоизм заключается в том, что вы постоянно ждете от другого человека, скажем, каких-то подвигов. Нет, вы просто, может быть, держите дистанцию, становитесь достаточно холодным и не готовы идти на компромиссы. Но это тоже свое проявление эгоизма, и, конечно же, другой человек не способен в таком случае выстраивать отношения. Если вы признали, что вы эгоист, значит, фактически вы сейчас способны уже определить для себя, чем все-таки вы готовы поступиться для того, чтобы находиться рядом с другим. Может быть, вы начнете с малого, и будете просто разговаривать и объяснять все про себя. Может быть, вы все-таки будете способны что-то делать в адрес другого человека. Но помните, что это, скажем так, достаточно только на начальной стадии, в дальнейшем, и этого мало для того, чтобы создать семью. А дальше самое важное – учитесь прям заставлять себя как можно больше общаться, потому что у вас очень часто нет такой потребности. Учитесь строить отношения, но не с первым попавшимся, а уметь именно выбирать, сравнивать людей. Учитесь не убегать из отношений, когда вам кажется, что они уже неприемлемы. Учитесь объяснять другому что-то про себя, и давайте ему время принимать вашу позицию. Это не так быстро возможно. А значит, за тот период, пока он принимает, его может выносить. Как это будет выглядеть, я не знаю. Кто-то начинает шантажировать одинокого человека, надеясь раскачать его, скажем так, на то, чтобы он начал признавать ценность. Кто-то начинает истерить, исходя из того, что ему не хватает внимания. На самом деле это все проходящие моменты. Здесь важно понимать, что вы выбрали именно того человека, с которым вы хотите находиться. И помните, кто ищет, тот всегда найдет. Главное знать, кого вы ищете. А вы ищете не того, кто под вас подстроится, а того, под кого вы готовы будете подстраиваться. А для этого нужно как можно больше общаться. Вытаскивайте себя, просите друзей, чтобы они с вами ходили. Старайтесь как можно больше общаться, потому что когда у вас есть разные варианты общения с противоположным полом, только тогда вы сможете понять, с кем вы готовы создать пару. На этом наша передача подошла к концу. Смотрите нас на канале Арктик ТВ. На сайте Арктик ТВ в архивах находится огромное количество рассмотренных нами тем. Ну а на сайте tabiikino.ru можно присылать свои вопросы и пожелания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин